Основной причиной пожаров в городе названы скопления бытового мусора. Вопрос пожаробезопасности жилого фонда городского округа стал горячей темой очередного административного совещания по теплу. На заседании были также рассмотрены проблемы теплообеспечения и горячего водоснабжения отдельных многоквартирных домов. Напомним, в конце января из-за перемерзания пролива было остановлено паромное сообщение между островом Путятино и поселком Дунай. Островитяне оказались в ледовой блокаде. К решению вопроса доставки на остров продуктов первой необходимости были привлечены спасатели. В понедельник такая поездка буксира была спланирована. Буксир был выделен вчера в 14.00. Он совершил рейс на остров Путятин, это в бухту широкую. Доставил продукты первой необходимости для детского сада и школы. И завез две тонны муки. Все, что мы планировали для того, чтобы сделать, чтобы на острове была нормальная обстановка, она была сделана. Конечно, это благодаря руководителю отдела администрации Путятино-Полубояркиной, потому что она смогла еще и организовать доставку пенсий на остров тем, кто... Ну, пенсионеры, деньги они тоже, банкоматов нет. То есть эти мероприятия все были выполнены. Пожар и безопасность городского жилого фонда стала еще одной важной темой встречи. Стихийные свалки бытового мусора в неустановленных местах – наболевшая проблема Фокина. Тем более актуально, что именно мусорные кучи часто являются источником возникновения пожаров в многоквартирных домах. Об этом свидетельствует статистика, которую привел на административном совещании по теплу директор муниципального учреждения по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Сергей Семенов. Из 27 пожаров, зарегистрированных на территории округа с начала Нового года, каждый третий возник по причине возгорания мусорного хлама. На каждое возгорание выезжают пожарные расчеты, на каждое возгорание. Если это девятые и ниже этажи, происходит пролив полностью всех стояков. Это проблема для электриков, потому что в зимнее время это нужно просушивать и так далее, и так далее. Ну и плюс идет задымление полностью по всем этажам. Это работа спасателей, которая предупреждает жителей, и в некоторых моментах даже жители просто выходят из квартир при отрицательных температурах на улице. И к чему это может привести? Понятно, это может просто привести к чрезвычайной ситуации по эвакуации жителей. Не первый год наиболее горячими точками Фокина являются дома номер 3 и 5 по улице Строительной. По этим адресам чаще всего приходится выезжать пожарным и спасателям. Часто наведываются сюда и члены административной комиссии. По мнению председателя комиссии Юрия Захарченко, виновными в захламлении подъездов в равной степени являются сами жильцы и обслуживающая компания, работники которой должны своевременно проводить уборку лестничных пролетов, мусоропроводных площадок. Управление это основано на правилах по благоустойчивости. Вообще-то, согласен, житель должен вынести на улицу крупный габарит. И весь мусор. Они складируют возле своих дверей на лестничных клетках, мусоропроводах и так далее. За то, что житель выносит не туда мусор, ответственность несет житель. А за то, что управляющая компания просто-напросто не убирает дом, но не убирается дом, строительная 3 и строительная 5. Мы каждую неделю проезжаем по городу, и эти 3 и 5, ну это просто два больных зуба в городе. У нас уже работник там постоянно находится. А результат какой? Результат какой? Горит постоянно два дома. Другими вещами заниматься. Там ежедневно выкидывают, выбрасывают. Вы об этом прекрасно знаете. В очередной раз на еженедельном административном совещании была затронута тема высокой оплаты за ОДН. Активное обсуждение проблемы с представителями ДЭК позволило добиться позитивных изменений в этом направлении. В ряде домов с наиболее высокими показателями оплаты за общедомовые нужды были инициированы проверки специальной комиссии с привлечением работников прокуратуры, отрегулированы механизмы учета и начисления ОДН, что привело к заметному снижению показателей. На доме уже не 67, а 27%. При этом не изменилось количество счетчиков, ничего. Просто отрегулировали сам процесс снятия показаний, 100%, чтобы все участвовали в квартире. То есть отрегулировали сам процесс исчисления. Во-вторых, сейчас у меня идут такие же самые проверки с представителями прокуратуры по домам. Все или сразу вручаем предписания с представителями ДЭКа, или же я получил документы от ДЭКа. То есть я им персонально уже провожу, вручаю документы на замену счетчиков. Но в основном у нас показала практика тех работ, которые мы провели, что не был отработан то, что я говорил, учет. Механизм учета. В один день. Сразу же. На 40% упасть на одном только доме. Шла речь на совещание о проблемах тепла и водоснабжения в отдельных многоквартирных домах города. По информации руководителей фокинских управляющих компаний и ТСЖ, присутствующих на заседании, на настоящий момент проблемными по этим вопросам остаются дома 19А и 33 по улице Карла Маркса, дома 1, 3 и 5 по улице Усатого. По заверению специалистов, работы по нормализации ситуации ведутся в штатном режиме.